У нас большинство компаний в России вертикально интегрированы. Это значит, что компания занимается разведкой, добычей, транспортировкой, переработкой, продажей нефти и нефтепродуктов. Взять тот же самый Лукойл, у него есть свои скважины, у него есть свои трубы, по которым он экспортирует нефть, у него есть свои заводы нефтеперерабатывающие, которые производят бензины, есть свои заправки, с которых этот бензин продается. У Лукойла, у него есть два пути, каким образом получать прибыль. Первое, он может нефть вообще не перерабатывать и продавать ее на мировой рынок. Отгрузить в Европу, в Китай. Второй вариант, он оставляет эту нефть внутри России, ему нужно перевезти эту нефть на нефтеперерабатывающий завод, перегнать ее, получить фракции, тяжелые фракции, легкие фракции. Соответственно, есть высокооктановые фракции, горючие, авиационные керосины, бензины, низкооктановые фракции и плотные фракции типа гудрона, мазута, топочного топлива и прочее. И продавать их по отдельности, отдельно бензин, отдельно гудрона, отдельно мазут, вот это вот все налаживать полноценный сбыт. И что получается, что когда цена на международном рынке нефти растет, у него возникает вопрос, так, блин, а зачем мне перерабатывать, когда я могу вообще ничего не делать, продать вот нефть как есть и заработать на этом кучу денег. Но ему правительство говорит, подожди, дружище, ты в России тоже должен продавать. Так, Лукойл такой смотрит, но я же могу бензин готовый произведенный в Турцию продать, я мазут могу продать. Хорошо, я переработаю в России и может мне даже это выгоднее будет, потому что зарплату-то я плачу в рублях, а деньги я буду получить за сыру нефть в долларах, за бензин в долларах, за диз топлива в долларах. Хорошо, я переработаю здесь, но на внутренний рынок поставлять не буду. А если буду поставлять на внутренний рынок, чтобы у меня прибыль была точно такая же, как от экспорта этих нефтепродуктов, я должен продавать по такой же цене, по которой я продаю туда. И тут государство приходит и говорит, слушай, уважаемый Лукойл, я все понимаю. Суть в том, что если мы сейчас привяжем цены на нефтепродукты в России к мировым ценам на нефть, ну вот эта вот цепочка будет работать, выросла цена на нефть, в России на внутреннем рынке вырос бензин. Упала цена на нефть на международном рынке, значит упала и в России. Но в России еще и стоимость денег сама по себе высокая, и инфляционная составляющая высокая. Вот у нас диапазон движения цены на нефть, например, сколько был? 40-120 долларов за баррель. То есть получается трехкратное колебание. И представьте себе, что мы в России начинаем получать трехкратное колебание. Например, сейчас цена бензина, условно литра бензина, составляет 60 рублей за литр. Цена барреля нефти там в районе 90 долларов за баррель. Вот будет цена 120 долларов за баррель, то, соответственно, цена на бензин будет, например, 80 рублей литр. Или обратная история, цена на нефть упала там до 40 долларов за баррель в два раза, да. Бензин стоит не 60 рублей литр, а 30 рублей литр. Что будет с населением, что будет с экономикой, что будет с прогнозированием? То есть она становится очень сложно управляемой, очень сложно контролируемой. И поэтому, соответственно, Министерство энергетики России ввело понятие демпфера. То есть, когда цены на нефть на международном рынке являются высокими, государство от этого зарабатывает за счет поступления налогов. Оно говорит нефтяным компаниям, значит так, ребят, держим цены на локальном рынке. Мы понимаем, что вы недозарабатываете, понимаете, что если вы будете продавать бензин на российском рынке по той цене, по которой она продается, вы от этого будете проигрывать, но мы вам будем доплачивать эту разницу. Опять же, государство само деньги не производит, государство эти же самые деньги берет у этих же нефтяных компаний от продажи под более высокой цене на международном рынке. И обратная история, когда цена на нефть падает, по идее у вас, как у нефтяных компаний, если бы работали рыночные законы, должны были бы снизить цены и на бензин, на бензоколонках. Мы разрешаем вам не снижать его, и то есть вы будете зарабатывать. Так как у нас происходит постоянная плавная девальвация рубля, так как у нас доходы государства очень сильно зависят от нефтегазовых доходов, то в этом случае нужно понимать, что в России всегда цены на бензин будут расти. Ну то есть это соразмерно тому, чтобы сказать, что в принципе доллар всегда будет укрепляться в России. Опять же, когда может быть обратная тенденция, когда что-то изменится, да, доллар к рублю будет слабее, или цены на нефть будут на очень длительный промежуток времени, прям на очень длительный промежуток времени. То есть начнется, например, инфляционная спираль, спираль смерти, цены на нефть достигнут в каких-то высоких значениях и постоянно будут на этом держаться, от этого курс валютный будет более стабилен. И тогда в этом случае скажут, ну окей, ребята, да, то есть как в других странах нефтедобывающих говорят, блин, да у нас это нефть, что у дураков-антиков, поставьте нефтеперерабатывающие заводы, 5-6 миллионов людей обеспечить бензином по 3 копейки, нам несложно. Поэтому это нормальная история, в России всегда будут постепенно расти цены на бензин, но что более или менее успокаивает, это будет понятно, управляемо, прогнозируемо, но неизбежно при этом. Человек начинает возмущаться, цены на бензин постоянно растут и растут, цены на нефть высокие, цены на бензин растут, цены на нефть низкие растут еще больше, что вообще такое происходит? Кому от этого хорошо? Скорее всего на нефтяных компаниях. У тебя есть два варианта. Вариант номер один, возмущаться, но ты все равно в итоге заплатишь столько, сколько будет ценник на колонке. Вопрос возникает в том, а может быть тогда стать собственником заправочной станции? И не просто сети заправочной станции, а всех нефтеперерабатывающих заводов, выше которых добывают нефть и в том числе экспортируют. Стань акционером того же самого Лукойла и Роснефти и просто получается, что разницу, которую ты будешь платить больше за бензин, будет тебе компенсировать в форме дивидендов эта компания, если будет достаточное количество акций в портфеле. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи!